Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексей Шарух. Я консультант по маркетингу и официальный представитель группы космозамещающих материалов и мембран торговой марки «Лиатлас». Я сегодня хотел бы сделать первую презентацию о свойствах материала, способах использования. Так, все вижу, тогда мы начнем. И поскольку мы немножко опоздали, я коротко расскажу о структуре презентации и постараюсь по мере своего повествования все-таки нагнать. Заявленная тема была следующая. Особенности использования аллогенного материала или оплат в России. Свойства и отличия, области применения, преимущества и недостатки, возможности использования при выполнении различных операций, происхождения материала, технологии его обработки, биологические свойства, подбор материала в зависимости от клинического случая и клинический опыт применения. В действительности я построю презентацию следующим образом. Я вам сейчас скачаю несколько файлов, чтобы нам было проще общаться. Обмен файлами. Это две таблицы. Они нам будут очень полезны в работе. Сегодня и вам в дальнейшем. Возможно по одному так, когда закачиваю. Я рекомендую их скачать. Сейчас я коротко покажу, что в этих таблицах есть. Все видят файлы. Получается их скачать? Вот два файла PDF. А получить вы сможете в разделе «Обмен файлом». Прекрасно. Что же в этих файлах? Первое. Это все формы выпуска для стоматологии. Их чуть больше 40 видов. И распределение их по своим свойствам. Это кратикальный материал. То есть он изготовлен из компактной кости или из губчатой кости. Это по своей форме выпуска. Порошок, блок, кубики или крошка. Одно и то же. Или твердая мозговая оболочка. И по своим характеристикам. Минеральным это либо минерализованный порошок, либо деминерализованный. «Обмен файлом». Секундочку. Возвращаемся в таблицу. Это позволит вам при использовании материала достаточно быстро подбирать его для конкретной операции и понимать, что вы используете в своей работе. Это первая таблица. Вторая таблица. Мы ее коснемся, скорее всего, к концу презентации. Это те же самые все формы выпуска для стоматологии, чрезвенную лицевую хирургию и области их применения. Вот здесь сверху перечислены разные области применения. Я постараюсь успеть эту таблицу рассмотреть целиком, но если мы не успеем, тогда это перенесется в нашу следующую встречу. И различные области применения. Консервация лунок, удаление зуба, проведение операции синус-лифтинга с открытой или открытой методикой. Это увеличение альвеарного отростка по высоте, ширине и так далее. Различными способами. Это операция расщепления альвеарного отростка, лечение парадонтита, ортодонтической хирургии и так далее и тому подобное. Тем, кто, может быть, отключится, но в дальнейшем захочет, да, внезапно или захочет использовать эту таблицу, в чем суть? Зеленым обозначен базовый материал. То есть, это материал, который используется чаще всего для данной операции. Синим цветом обозначены дополнительные компоненты. Допустим, у нас пациент возрастной, или есть риск, что будет склероз костной ткани, и есть риск того, что сосуды будут плохо прорастать через объем кости. А красное – это возможно использование данного продукта в данной области после измельчения. Это, конечно, касается крупных блоков, губчатых или губчатокортикальных, или цилиндров, или крошки в кубиках, потому что кто-то пользуется ей, мельчит ее в костной мельнице и так далее. Значит, вот эти два опорных материала я прошу вас себе сохранить. «Где скачать? Как убрать обменное окно?» Обменное окно просто закрывается, и все. А «Где скачать?» Вот есть такая вкладочка в виде папки открытой, при наведении появляется всплывающий текст «Обмен файлами», и вот в ней вы можете скачать эти два файла. Значит, файлы никак не скачать. «Прекрасно!» Тогда мы лезем на сайт leoplast.com Ссылку я вобью сюда и демонстрирую, что мы делаем. Вот мы на сайте, мы заходим в раздел «Продукция». И вот две таблицы. Таблица «Свойств продуктов» и таблица «Применение продуктов Leoplast». Также вы можете скачать эти два файла на любой странице. Да? Я скачал двойную клику мыши? Прекрасно! Все, значит, с этим мы разобрались. Едем дальше. К таблице мы вернемся позже. Я хотел бы вначале показать вам несколько клинических случаев и на примерах их уже частично рассказать о материале, об области применения и так далее. Поэтому давайте перейдем. Все клинические случаи вы сможете также посмотреть на сайте. Для нас это действительно универсальная информационная площадка. Мы пользуемся ей регулярно для демонстрации продукции. Здесь собрано видео. Ролики операции, демонстрационные операции и так далее и тому подобное. И большой объем клинических случаев. Я надеюсь, что экран виден хорошо. Тогда перед демонстрацией еще раз мы проверим. Все видно прекрасно. Подтвердите мне, пожалуйста, и я туда приступлю. Первый случай называется удаление ретинированных и дистопированных премоляра и маляра нижней челюсти. Этот клинический случай был продемонстрирован также на конференции юбилейной военно-медицинской академии в 2014 году. Вы сможете сами просматривать этот случай. Описание вы посмотрите, я думаю, уже после вебинара. Я буду рассказывать по фотографиям. Значит, с чего мы начинали. К нам обратилась очень интересная пациентка. Вот с таким вот клиническим случаем. У нее два зуба, имеют плотный фиссурно-бугарковый контакт и расположены в мезиодистальном направлении. Мы долго консультировались с ортодонтами. Возможно ли вытянуть эти зубы ортодонтически. Но они нам однозначно сказали нет. Потому что есть, во-первых, конвергенция корней. И за счет мезиодистального расположения зубов в челюсти и накрытия их костным краем это будет в принципе невозможно. У нас есть тут еще вот какой нюанс. Здесь на снимке, надеюсь, видно. У нас идет деформация сустава за счет височного и нижнечерестного. За счет того, что седьмой и восьмой зубы, 37-38, они попадают в прикус. Это приводит к деформации сустава. Это первое показание, в принципе, для их удаления. И второе показание, что без удаления 37-38 зубов извлечь, отсепарировать коронки 35-36 зубов было в принципе невозможно. Поэтому было принято следующее решение. Вот дополнительные снимки в разных проекциях, чтобы мы хорошо видели, как расположены эти зубы. Исходная клиническая картина в полости рта. Значит, о пациенте расскажу коротко. Это девушка, 23-х лет. Ну, достаточно худенькая. Гигиенический статус в полости рта, как вы видите, конечно, не самый идеальный. Но это не является целью сегодняшней презентации. Значит, мы рассмотрим, что у нас было в полости рта. Мы начали операцию с удаления 37-го и 38-го зубов. Ну, зубы были извлечены практически без повреждений. Эти отломки корней, они достаточно легко извлеклись. Поэтому отломки удаленных зубов. Врач, который оперировал этот случай, назвал Хромоевой Джульетта. В общем, достаточно хорошо видно. Идем дальше. Что мы делали для того, чтобы извлечь 37-й и 38-й зубы? Потому что через лунки удаленных зубов, конечно же, их невозможно было удалить из щелюсти. Прошу обратить внимание на толщину компактной кости вестибулярной. Было пьезоаппаратом выпилено вестибулярное окно, которое позволило бы нам открыть доступ для 35-го и 36-го зубов для последующих извлечений. Вот обратите внимание на толщину компактной кости. Вы потом увидите, какая она после замещения костной ткани. Вот эти два зуба, которые мы планировали извлечь. Долго пилили. Да, операция продолжалась 3,5 часа. Все вместе, не под общим наркозом, под местной анестезией. Постепенно расширяя размер дефекта вестибулярного. Мы извлекали сегментами эти зубы из челюсти. С использованием различных механических и инструментальных приспособлений. Но окно расширялось пьезоаппаратом. Вот уже показался корень. И в итоге у нас получился вот такой вот размер дефекта. Вот такой вот. Вы потом сможете случайно повторно посмотреть. Если у вас какие-то вопросы будут, то милости прошу. Постараюсь на них также подробно ответить. Для понимания, вот этот ближайший зуб, это четвертый зуб. Чтобы был понятен размер дефекта, что он достаточно большой. А толщину компактной кости вы уже видели. Поэтому на этом я останавливаться не буду. Что мы сделали дальше? Была проведена пластика слизистой для того, чтобы первичным натяжением зафиксировать лоскуты при наложении швов. И у нас не испытывали швы избыточного растяжения и давления. Дабы, опять же, избежать каких-либо осложнений. Поэтому было проведено расщепление лоскута и его мобилизация. Теперь по поводу заполнения дефекта. Для данной процедуры был выбран минерализованный губчатый порошок. Это мелкая фракция костного материала. Поскольку дефект был включенный, костный, то каких-либо дополнительных компонентов использовать мы не принимали такого решения. Мы использовали только губчатый порошок. Его слегка гидротировали с помощью физраствора. В дальнейшем добавили ауто-кость из операционного поля. Добавили кровь капиллярную, которую собрали также с лоскута. И уложили материал в область дефекта. В качестве мембраны мы использовали твердую мозговую оболочку. Она очень сухая и плотная. Поэтому ее моделируют обычно в сухом виде. Она достаточно легко моделируется по форме дефекта. Как вы это видите. И затем мы ее смачивали прямо в операционном поле. Это позволяет ей, приобретая коэффициент эластичности, достаточно хорошо облеплять вестибулярно весь, все анатомии альверного отростка. И она ложится действительно так очень удобно. Мы ее вестибулярно заправили в лоскут. С оральной стороны тоже. И затем принялись уже к наложению швов. Приступили. Продолжение следует...